1988 год. Время перемен не только в стране, но и в кинематографе. Режиссёры больше не скрывают от зрителей правду. Разоблачительные картины выходят одна за другой. Одна из них, меня зовут Рликина Валерия Рыбарева. Ныне почти забытая, а в то время она произвела фурор. Она вышла на экраны без рекламы практически. Но уже впереди её шли слухи. Уже было несколько информации в прессе. И огромный успех. Сейчас фильм редко показывают по телевизору. Найти его можно только у коллекционеров, причём в плохом качестве. Фильм снимали на старую плёнку и с тех пор не реставрировали. Спроса нет. А 19 лет назад картина собрала почти 42 миллиона зрителей. Рекордную для тех лет цифру. Зрители штурмовали кинозалы, чтобы посмотреть «Меня зовут Рликина», причём не только в СССР. Рискей был сумасшедший. Я объездила полмира, можно сказать, этой картиной. Как звезда советского кино даже была в Австралии в Новый Зеландии. Именно в фильме Валерия Рыбарева впервые в нашем кино была сцена изнасилования. Именно он, на леду с маленькой Верой, рассказал зрителям правду о беспросветной жизни городских трущоб. И именно он первым в годы перестройки обратился к теме подростковых банд. Уже потом её развили бригады и прочие бандитские боевики. Но начало всему положил Рликина в далёком теперь 88-м году. Вот собачка в замоке ляет. Пошли. Меня зовут Рликина. Так в одной из сцен представляется главный герой картины, вожак подростковой банды. Вместе со своей шайкой он устраивает драки и дебоши, нарушая спокойную жизнь мирного провинциального городка. Ну что, красавчик, тяжело ножками двигать, да? Ну что вы, ребята, почувствую. Бегай, надо прыгать, вот так. Эта сцена, в которой Рликина и его друзья пристают к интеллигентному ботанику, для 80-х годов была типичной. Кто мы? Мы живем в 80-м Россию! Молодёжные банды появлялись во многих городах страны. И их жертвами становились тысячи ни в чём не повинных подростков. Исполнитель роли Рликина Олег Фомин помнит это время. В его родном городе Тамбове банды тоже существовали. Были районы, которых все боялись, был район, в котором вообще нельзя было появляться, ходить и если знали, что это Пасковский, всё с ними лучше. Он идёт с отверткой, ты понимаешь, что это отвертка, он тебя сначала играет, а потом может проткнуть и пойти дальше. Самыми известными в то время были Люберецкие, Солнцевские, Дзержинские, Казанские, Волгоградские банды. Действовали они одинаково. Делили город на участки и жёстко контролировали свою территорию. Самый главный вопрос был, откуда ты? Встречали незаконно, ты откуда? Если дружественный район, там ещё как-то могли отпустить. Если враждебный, то там избивали и отбирали деньги. В фильме банда Орликина преступлений не совершает. И промышляет только хулиганство. Пристаёт к прохожим, дерётся со сверстниками. Ты кто? Кита Борис. Кто-кто-кто-кто? Кита Борис, а что? Да нет, ничего. Дай покататься. Пойдёшь. Такой заботы. Мой. Удачи, жалко что ли? Правда жалко, да? А ну-ка дай. Иди сюда. Браво тебе! В реальной жизни участники подростковых банд были обязаны сдавать деньги в общак, а зарабатывали их мелким и крупным разбоем. Взламывали машины, грабили квартиры, ставили на счётчик сверстников. В массовом порядке вымогали у них деньги. Одно время все школьники платили, начиная с младшего класса, платили деньги. Были какие-то в каждой параллели представители группировок, которые собирали деньги. И эти деньги шли в общак. То есть они обкладывали данью школьникам. Руководство страны долгое время делало вид, что ничего не происходит. Табу на тему существовали и в кино. Хотя иногда подростковая преступность всё же прорывалась на экран. Так, в 80-е были сняты несколько фильмов на эту тему. Без права на ошибку, ваши права, пацаны. Однако по-настоящему выстрелил только один. Меня зовут Орликина. Одна из причин – предельная документальность фильма. И жизнь подростковых банд, и жизнь вообще была в нём показана как есть, без купюр. Для многих это стало откровением. Ладно, земляки, в городе встретимся. Жлобиё погано. Показанная в фильме «Правда жизни» была столь шокирующей и непривычной, что картину даже хотели закрыть. Цензура в те годы ещё существовала. Картину год не выпускали. Год фильм лежал и выпустили только вот уже потом, когда сняли «Маленькую веру» и фильмы вышли в один год. А так, в принципе, Орликин был готов уже год. Фильм лежал просто на полках. Всё это время создатели фильма пытались прорвать блокаду. И тайком среди своих всё же показывали картину. Были подпольные просмотры. В Москве Рыбрев тайком вывез копию. В это время у него там взломали кабинет, искали, значит, чтобы выкрасть какие-то чёрные силы, значит, там копию, чтобы он никому не смог показать. Ночью, в час ночи, в два часа ночи, в разных организациях. Вот я приезжал буквально неделю, мы бродили по ночам по Москве и показывали кино. Парадоксно, запреты чиновников обернулись для фильма благом. Даже в день премьеры было неясно, будет ли у него широкий прокат. И эти слухи будоражили зрителей. Наверное, этот слух разошёлся по всей Москве великой, потому что, когда я пришёл в Дома кино, здесь действительно были огромные очереди, стояли менты. Пришёл я за час, но всё равно я отстоял уже большую очередь, еле прорвался в зал, в зале было негде яблоко упасть. И всё началось с маленького митинга, о том, что давайте, ребят, бороться за демократию. Вот видите, какие времена наступают. И сейчас не исключено, что вы будете смотреть картину первый и последний раз. Эй вы! На тебе, журнальчик новый. Значит так, мужики. Цыган новый штатовский фильм привёз. По пять рублей срыла. Ну что, замётано? Окей! О чём базар? К счастью, премьерным показом дело не ограничилось. Впоследствии картина была куплена даже голливудской студии «20-й век Фокс», которая прокатила её по всему миру. Международный успех русского фильма, актриса Светлана Копылова, сыгравшая любимую девушку Орликина, объясняет простым любопытством иностранцев. У нас страна всегда была какой-то вот целомудренной. И вдруг в один момент она стала развратной. И это привлекло, конечно, интерес. А, Россия такая же, как и мы. Это интересно. Ты же знаешь, как я жила. Я уже не могла видеть эту сумасшедшую хозяйку. Я устала считать гроши, я устала таскаться с квартиры на квартиру. Я хотела нормально жить, пойми. Идея показать российскую молодёжь, как она есть без всяких прикрас, пришла в голову белорусскому режиссёру Валерию Рыбареву после знакомства с журналистом Юрием Щекочихином. Щекочихин работал тогда в литературной газете и был известным специалистом по молодёжной тематике. Увлёк он этой темой и Рыбарева. Юра написал пьесу. Называлась «Ловушка 46. Размер 2». Она была поставлена в детском театре московском. Был большой успех. И предложил мне снять эту пьесу. В основу пьесы была положена реальная история, случившаяся в городе Тамбове. И главного героя Щекочихин тоже писал с реального человека. Он был, это я доподлинно знаю, слышала от него самого, принят этими парнями. Он входил к ним. Причём он попадал в эти компании, потому что они ему верили. Они верили, что он приходит к ним не для того, чтобы их разоблачить, а для того, чтобы их понять. По стечению обстоятельств исполнитель главной роли Олега Фомин тоже родился и жил в Тамбове. И, как выяснилось впоследствии, даже лично был знаком с прототипом своего персонажа. Этот забавный факт выяснился ещё до съёмок во время случайной встречи Фомина и Щекочихина на вокзале в Бресте. Фомин возвращался в Москву после гастролей в Германии. Щекочихин ехал тем же поездом из Берлина. Узнав от знакомых, что в поезде едет актёр, который пробовался на роли Орликина, сценарист на стоянке в Бресте решил познакомиться с ним лично. И мы стоим, он говорит, ты откуда родом-то? Я говорю, я из Тамбова. Он говорит, да, а ты знаешь, что вся эта история в Тамбове произошла? Я говорю, нет. Он говорит, а ты знаешь, что прототип главного героя знает тебя лично? Я говорю, нет, а кто это? Он говорит, такой-то. Я говорю, как, да мы же с ним дрались там в пионерском лагере. Он говорит, о, всё, так взял меня за плечо, говорит, пойдём. А возвращались мы в одном поезде в Москву. Он говорит, будешь сниматься, скорее всего. Говорит, так просто не бывает. Это странное стечение обстоятельств актёр запомнил на всю жизнь. А через два дня его действительно утвердили на роль Орликина. Риборев отсмотрел множество людей, но Фомин оказался ему самым подходящим. Из этой вот всей массы осмотренных и набранных молодых людей героя не было. И я вспомнил, что видел в Рижском театре молодого актёра. Я вызвал его, и стало сразу понятно, что на пробах его тип, его внутренняя энергия, его эмоциональность, что это герой. Сам Олег Фомин поначалу не имел смутное представление о своём герое и жанре картины. Поэтому к пробам готовился своеобразно. Я взял, тогда это было редкость, там, видеомагнитофоны, фильмы, тогда это всё было подпольно. Я у своего друга, звукорежиссёра, трое суток просидел, смотрел всякие боевики. И приехал уже такой, ну, минимум Шварценеггером я приехал, по внутреннему состоянию. После встречи с режиссёром выяснилось, фильм отнюдь не боевик, а скорее психологическая драма. А сам Орликин и не русский Шварценеггер, а обычный парень из обычного провинциального городка. Причём сначала даже не главный герой фильма. Она не была главной ролью, эта роль. Она была одной из ролей, и как бы он был такой антипод главного героя. Это просто потом Валерий Павлович, он переписал сценарий во время съёмок. И во время съёмок Орликин получился главным героем, и история была немножко переделана. Да говорят, твои панка в парке повесили. Да. Кто говорит? Там были ребята тут с химкомбинатором. Химики? Да. Суки. Ещё раз увидишь, скажи, чтобы больше здесь не появлялись. Пьеса «Ловушка 46. Рост 2» – это пьеса о футбольных фанатах. И в таком виде она режиссёра не привлекла. Он хотел снять остросоциальный фильм, и потому вывел Орликина в главный герой, сделав его главарём подростковой шайки. А местом действия сделал небольшой городок, где нет ни денег, ни перспектив. На прошлой неделе было у одной грамотной. Прихожу, у неё муж в командировке, она столик накрыла, значит, я сажусь. Она сидит в халатике, грудь в разрезе тяжёленькая, коленочки светятся. Представляешь? Ну я не могу. Вот такая вот баба. Поместив героя фильма на задворке большой жизни, режиссёр оказался прав. Чаще всего подростковые банды возникали как раз в небольших городках с неразвитой экономикой. Заниматься подросткам здесь было просто нечем, и они объединялись в банды. Так, например, возникла самая первая в Советском Союзе молодёжная группировка, знаменитая казанская банда Тяп-Ляп. Тяп-Ляп – это был рабочий район, где не было ни клуба, ни дворца культуры, ни танцплощадки, ничего там не было. Для молодёжи ничего не было сделано вообще. И вот они, как бы, они ходили, допустим, в парк Горьково на танцплощадки, их там били. Но в Татарске уходили, в клуб Вахитово, их там били. И они вот объективно вынуждены были объединяться и сплачиваться, и какую-то создавать организацию. Для создания банды нужны были не только экономические предпосылки, но и сильные лидеры. В фильме Валерия Рыбарева – это Орликина. Харизматичный волевой парень, вожак. В реальной жизни банды также формировались вокруг лидера. Например, группировку «Тяп-ляп» возглавил Сергей Антипов. Он полностью подчинил себе членов банды и установил в ней жёсткую систему ценностей. В «Тяп-ляпе» был такой принцип – не пить, не курить. Они все не пили, не курили, коротко стриглись, занимались спортом все. И была такая достаточно серьёзная дисциплина. Результаты такого подхода не заставили себя ждать. Очень скоро банда «Тяп-ляп» расправилась со своими конкурентами и стала главной в Казани, на протяжении нескольких лет терроризируя весь город. Уничтожить банду удалось только в 1976 году с помощью жёстких мер. Более 30 её участников были посажены в тюрьму, двое расстреляны. Однако последователей «Тяп-ляп» это не напугало. В начале 80-х банды стали появляться во многих городах страны. Причины были те же – некуда податься, ничем заняться, нет никаких перспектив. В банде они были. В интервью нам конкретно подростки говорили, что родители у меня на заводе работают. Мы живём там втроём в однокомнатной квартире. У меня вообще никаких перспектив в жизни нет. А здесь вот, если я в группировке себя проявлю, свою смелость, храбрость, покажу себя, продвинусь, то я буду обеспеченным человеком. Валерию Рибареву эта проблема была хорошо знакома. Он не понаслышке знал, как бесправно и унижена провинциальная молодёжь. И попытался своим фильмом привлечь внимание к её проблемам. Вот этот слой, который оказался в «Меня зовут Ралекина», он был мне близок. Наиболее близок. Я вырос сам в рабочем посёлке. И все мои друзья практически прошли теми же ошибками, как и герои картины. Рибарев с самого начала поставил себе задачу – в фильме всё должно быть как в жизни. И тщательно следил за тем, чтобы в кадре не было фальши, чтобы всё было по-настоящему. Даже пробы Рибарев проводил в максимально приближенной к реальности обстановке на ночной дискотеке. Камера была скрытой, и актёры на свой страх и риск изображали крутую банду. Как нас не убили, я не знаю. Потому что это была ночь, это была дискотека, это были разные районы Минска, где довольно воинственно настроенные молодые люди. И это было, в общем, довольно экстремально, потому что где-то на втором дубле мы уже видели, как вокруг нас сгущаются тучи, и просто мы оттуда не уйдём. Желая быть максимально достоверным, Рибарев использовал в фильме сцены, подсмотренные в реальной жизни. Яркий пример – эпизод со стаканом. Ребята пришли ко мне в номер и говорят, мы хотим познакомить вас с одним парнем. Это было в Гродно. Я говорю, ну, заходите. Они пришли, мы сели за стол. Я говорю, ну, а что? Они ему говорят, ну, покажи. Стоит графин с водой, стакан, и он берёт стакан, наливает воду. Выпивает его, а потом закусывает стаканом. Я обмер. Первой мыслью режиссёра было вызвать скорую, однако ребята сказали, что это лишнее, и предложили повторить трюк на съёмках, чем Рибарев и воспользовался. Главное – в себе быть уверенным. И что? Что? И не бояться. Спец. Ну, моя школа. А вот и ещё один реальный эпизод. И задолго до съёмок картины Рибарев ездил в Архангельск и попросил своего приятеля, тренера караты Николая, отвезти его в местный клуб, где тусовалась местная молодёжь. Орликина, там нации. Да ты что? В натуре сам видел. И в вестибюле мы заходим, я вижу, что у парня поблескивает что-то такое похожее на свастику. Я говорю, Коля, посмотри, это у нас что, фашисты, что ли здесь, я не понимаю. Он повернулся, увидел эту штуку, подошёл, и я смотрел, что-то он ему сказал, потом резко сорвал он его с уха, и кровь полилась так по шее. Иди! Ну-ка! Ты что здесь делаешь? А! А! Я увёз эту серегу, из этого родилась сцена расправы Орликина с фашистом на танцах. Одними наблюдениями дело не ограничилось. Рибарев, как и Щекочехин, лично знакомился с уличными хулиганами, выспрашивал, чем и как они живут. Однако в фильме всё же есть отклонение от существовавшего на тот момент стандарта. Реальные подростковые банды были более жёсткими, и внутренняя их организация была тоже другой, нежели показана в картине. Рубери его, я ему пасть порвала! Ну что ты стоишь, как дебил? Тебе что, на пальцах объяснять? На! Беги отсюда, вонючка! Хочусь отсюда! Быстро! В фильме Орликина управляет бандой единолично. Никого сверху над ним нет. В жизни молодёжные группировки, как правило, контролировались взрослыми. Ворами в законе и криминальными авторитетами. Подростков они расценивали как подрастающую смену и закладывали в основании криминальные пирамиды. Ну вот если вот здесь звено ядро законспирированное, здесь вот лидеры, которые контролируют уже фактически банды, которые совершают преступления, а дальше вот уже идут подростки молодёжной группы, которые совершают антиобщественные проявления и всё. Все члены банды Орликина примерно одного возраста. В реальных группировках, как правило, участвовали ребята от мала до велика. И существовала строгая возрастная иерархия. Шелуха Скорлупа, вот это самое младшее, вот восьми, там, семи-восьми лет, там, до десяти лет. Потом были Супера, это где-то 13-14 лет. Потом молодые и старики были. У каждой возрастной группы было своё предназначение. Старики руководили процессом, молодые занимались вымогательством, драками и кражами. Суперов и шелуху натаскивали на мелких поручениях. Мне рассказывали, такой, как бы, сюжет был. На авторынке не шли стёкла лобовые машины. Вот им дали задание, пошли на трассу, стали камушки кидать просто, и спрос поднялся на эти стёкла. В фильме Рыбарев эту стандартную схему воспроизводить не стал, а вот внешнему виду героев уделил большое внимание. Режиссёру хотелось, чтобы Орликина и его друзья ничем не отличались от реальных уличных пацанов. И эта задача была выполнена. Валюша, иди к нам! Служи вы мне! Приласкаем! Кураки! Между тем, создать такую банду было нелегко. Сытые, лощёные столичные актёры на роль провинциальных хулиганов никак не подходили. Поэтому банду Рыбарев собирал по всей стране. И студентов театральных вузов, и даже непрофессиональных актёров. Задействованы в фильме и простые жители города Гродно, где проходили съёмки картины. Такое сочетание полезно и актёру, потому что рядышком очень реальный человек, и существовать условно или быть как-то там выделяться не годится. А не актёр, а раскрепощается рядом с актёром. И это очень такой интересный ансамбль получается. У меня вот есть Химин Гэй. Самый дар неотъемлемый писателя. Свойственная ему способность противостоять ударам критики. Это дар хорошего писателя. Поскольку какого бы объёма этого дара, например, я не был, возможно, без малейшего, но я противостою ударам. Эта сцена лишь одна из немногих, где объединены усилия актёра и любителя. Главного героя играет Олег Фомин. Его собеседника – простой белорус Станислав Шевлотский. Сейчас его уже нет в живых, но в своё время режиссёр считал его своим талисманом и использовал в каждой картине. Пусть даже на заднем плане. Такой достаточно неординарный был человек. Жил отшельником в какой-то там берлоне, можно сказать. Бесцеребреник такой. Достаточно интересная личность на фоне всех нас, которые хотят что-то иметь, иметь, иметь. В фильме «Меня зовут Орликина» Станислав Шевлотский играет фактически себя, старика-философа Стаси. На съёмках он импровизировал, излагая Орликина Фомину своей мысли об устройстве жизни. И многое добавил к смыслу картинок, несмотря на отсутствие актёрского образования. И всё-таки главные роли в фильме сыграли профессиональный актёр. Например, маму Орликина играет актриса театра сатиры Людмила Гаврилова. Съёмки в фильме начались для неё с казуса. А виновата в этом была ассистент режиссёра, которая забыла сообщить актрисе, кого же ей предстоит играть. Я её спросила, а что за картина? Она говорит, молодёжная картина. Ну, я в то время играла в театре по эпидлины Челок, по пилоту. И понятие возраста у меня было, так сказать, относительным. Я оделась так немножко Мальчукова, вот пришла и сказала себе Гаврилова, своим любимым басом не разговаривай, своим органичным, а немножко так обертана повыше. Картина молодёжная. Людмила Гаврилова была уверена, что ей предстоит сыграть молоденькую девушку. И потому вела себя как пионерка. Лишь в середине разговора Рыбарев сообщил Людмиле, что её героиня – мать взрослого сына. Женщина с тяжёлой судьбой. Смятению и удивлению актрисы не было предела. Я, значит, вот с этой, с пионерской зорьки говорю себе так, а теперь быстро смени мимику, только не резко. И постепенно в ходе разговора он мне, когда встал мне это всё, и я так, я так сидела, сидела. И потом уже просто вот так на него смотрела, глазами женщины с трудной судьбой. Ну что, иди есть. Я не хочу. Дверь закрой. Способность к мимикрии Людмила продемонстрировала и на съёмках. Из успешной столичной актрисы она превратилась в затюканную, забитую тётку. И полностью слилась со своим непрофессиональным окружением, жителями городка и соседями по коммунальной квартире. Да жару трещать будет. Да шёл бы ты уже, Степан, ведь дышать нечем, прокурил всё. А я в гости пришёл. Какие гости? Какие гости? Иди домой. Угостил вообще мне? Ой-ой, угощу сейчас. Ничуть не выделяются из общей среды и другие профессиональные актёры. Кто есть кто в фильме совершенно незаметно. Чтобы достичь этого эффекта, Рыбарев ещё до съёмок заставлял актёров жить жизнью своих героев. Он поселил всю вагонку в очень плохую гостиницу, где душ был в конце коридора, ржавые краны, в номере кроме раковины ничего нет, ни туалета, ничего. А учитывая, что нас морилкой мазали по поясу, потому что кино нельзя загорать, чтобы уже гример знал, какой оттенок на лице, и что это, конечно, была мука полная. В естественную среду обитания Рыбарев погружал актёров и во время съёмок. К примеру, в сцену драки он приглашал реальных уличных пацанов. И иногда они так входили в раж, что начинали драться по-настоящему. Драки не были реальными, мы старались накалечить друг друга, но бывали моменты, когда не по нашей вине происходило уже реальное мордобитие, и там, вот чиш наш, он вырубил одного парня прямо на схеме. Одного из участников банды Орликина по ходу фильма избивают так сильно, что он попадает в больницу. Нет, сюда нельзя, я только хочу посмотреть. Идёмте, идёмте. В реальности такие трагедии тоже происходили сплошь и рядом. В крупных городах и в драках между группировками ежегодно гибло до 10 человек, а раненых и покалеченных были десятки и сотни. Там были драки даже 100 на 100, 200 на 200, но это редко было, потому что, ну, небольшие стычки были каждый день. Металлическими прутями, битыми, кирпичами били друг другу, ножами. Ну, значит, очень много их было. Подростков, молодёжи изуродовало. Дрались группировки в основном между собой. Делили территорию, сферу влияния, но попутно доставалось и всем прочим подросткам. Ну что, красавчик, вот из-за таких, как ты, менты не дают жизни нормальным парням. Ну, ангелочек крылатый. Поводом для разборок мог стать даже внешний вид человека. В фильме «Меня зовут Орликин» есть эпизод, где главный герой и его друзья ловят на улице хиппи и выстригают ему волосы. В реальной жизни такая встреча могла закончиться и избиением. Вот такие вот ублюдки подорят нашу молодёжь. Гопники не терпели инакомыслия. Пусть даже в прическе, одежде, как правило, они одевались одинаково, и поэтому легко могли вычислить чужака. Парень пришёл на сбор в белой шапке, его чуть не избили. То есть он выделялся среди них. Все, кто выделялся, они все убили. Своими врагами участники уличных банд считали прежде всего поклонников западной культуры. Металистов, хиппи, рейверов, скейтбордистов. Ну где застрял? Волосатый там. Они уже идут. Купы, костыль, ты, лом. Обошли сзади. Впрочем, главные враги Орликина и его друзей не металисты, а мажоры. Сынки обеспеченных людей. С ними у героев фильма идёт настоящая война. Чтобы выжить, нужно стать конформистом. Приобрести, так сказать, общественную этикетку. Костюм будет пригнан по размеру этого тела. А те, кто не влезут в эти костюмы, они станут, их отправят в сумасшедший дом. Я не понял. Или они станут художниками. Сейчас поймёшь. Богатых мажоров и уличных хулиганов Рыбарев противопоставил вовсе не случайно. Конфликт между ними не просто банальные разборки, а столкновение богатства и бедности, столичного лоска и провинциальной безнадёги, власти и народа. И Орликина выступает уже не просто хулиганом, а борцом за справедливость, за права простого человека. Агрессивность моего героя – это ведь болезненное ощущение униженности жизни его, его друзей, его матери, в каких условиях они там живут. Вот это ощущение страха от того, что они навечно отброшены на задворки жизни и порождает эту агрессивность. В борьбе богатых сынков и простых парней с рабочих окраин режиссёр в фильме однозначно на стороне Орликина. Он не идеализирует своего героя, но даёт понять, его поступки – лишь реакция на несправедливое устройство общества, лишь попытка заявить свой протест. Он агрессивен, а ведь если разобраться по тупому труду, он добрый, он хороший парень, и он мать любит, он ей сочувствует. Ма, ехала бы ты на юг, на море, по набережной будешь ходить, коктейль пить из трубочки. Это всё один человек, и добрый, и нежный, и в то же время и агрессивный, желающий выбиться, желающий протискнуться через эту грязную жизнь, вот таким путём, но пробиться. Ты с вагонки запомни. Ты – это я, это мы все. Пока мы вместе, они будут разбегаться. Если не мы их, то они нас. Понял? Я, например, эту группу сейчас прочитываю как группу, даже не банду, потому что они никого не убивали, и за ними не было никаких мокрых дел. Они просто, это была группа подростков, которые чувствовали себя социально ущемлёнными. Впрочем, оправдывать героя фильма и его банду готовы далеко не все зрители. Некоторые, напротив, сочувствуют мажорам, и попытки режиссёра выставить их в чёрном цвете считают дешёвым популизмом. К сожалению, честно говоря, этот миф во многом живёт и сегодня, потому что у нас сегодня тоже кто виноват? И власть, власть, власть имущие, и дерьмократы, казнокрады и олигархи. Хотя, на самом деле, если кто и был всегда виноват в России, в первую очередь, и на ком вырастали все утопии, то это как раз на тех самых Орликина. И всегда все беды у нас шли снизу. Если снизу поднималась какая-то буча, это всегда приводило к крови. А если сверху, от этих самых власти имущих партапарадчиков, как это случилось в перестройку, никакой особой крови она не приводила. Кто виноват, народ или власть, и кто хуже, спорить об этом можно долго. Но режиссёр не сводит сюжет фильма только к социальному конфликту. Ещё одна причина разборок между мажорами и хулиганами – это девушка. Ты откуда звонишь? Из автомата. Мы можем сейчас с тобой увидеть? Для Светланы Копыловой роль любимой девушки Орликина была первой большой работой в кино. Кроме того, Валерий Рыбарев ставил в фильм песню в её исполнении. Просто он знал, что я сочиняю песни, ему нравилось, как я пою, и он решил, чтобы главный герой слушал не какую-нибудь группу, а мою песню. Нам бы уехать на вокзал, где б нас никто не отыскал, мы затерялись бы в толпе, потом уехали в купе. Вот что-то в таком роде. Песню любимой девушки Орликина слушает в самом начале фильма и в полном одиночестве. По сюжету девушка его бросает и уходит к главарю мажоров Интеру, из-за чего и разгорается весь сыр-бор. Сейчас Светлана Копылова говорит, что ей стыдно за свою героиню, но тогда её поступки актрисе были понятны. Я тоже была неустроена по жизни. Мне тоже чего-то хотелось. Хотелось и крышу иметь над головой, хотелось и одеться как-то красиво, хотелось, чтобы меня любили. Так что я её вполне понимала. Любовный треугольник в фильме разрешается в пользу Орликина. Девушка к нему возвращается. Но за свою любовь они жестоко расплачиваются. В конце фильма Интер насилует девушку прямо на глазах Орликина. Мне нравится, как ты это делаешь. В советском кино это была первая сцена изнасилования. И своей смелостью она произвела на зрителей шоковое впечатление. Хотя кому-то казалось надуманной и лишней. Мажорам не была свойственна лютая криминогенность. Побить героя они могли. Предложить ему деньги, как это происходит в фильме, для того, чтобы он от них отстал, могли. Но идти на резкое преступление, кого-то насиловать, это не в их стиле. Они были достаточно вальяжны для этого. И очень умиротворённо настроены по отношению к реальности. В отличие от желобов, от лохов, от детей пролетариев, которых и представляет Орликина. Сейчас себе открывается метафорическое содержание этой сцены. Это не просто буквальное изнасилование, но это ещё есть образ насилия. Потому что в этот момент насилуют и эту девушку, и этого героя. И вообще, как бы, так сказать, такой тотальный образ тотального насилия. И тотального бесправия. Сам режиссёр говорит, что сцена изнасилования – это закономерный итог жизненного пути Орликина. Он вместе со своей бандой творит зло, и в конце фильма за это расплачивается. Что с ним будет дальше – открытый вопрос. Я думаю, что его герой оказался бы, если продлить его чуть вперёд на несколько лет, то он оказался бы в 93-м году среди защитников Белого дома. Сами создатели фильма тоже верили в исправление Орликина. И тоже мысленно примеряли его судьбу к разным историческим событиям. Например, к чеченской войне, которая едва не заставила Юрия Щекочихина взяться за создание продолжения фильма «Меня зовут Орликина 2». Он рассказал мне историю, одну, для картины, другой картины, о молодом лейтенанте, который расстрелял на блокпосте посту полковника, мародёра. Его остановили с машины, нагруженной ценностями, уникальной мебелью, телевизорами, ещё чем-то. И молодой лейтенант его застрелил. И он мне говорит, вот это мог сделать наш Орликин. Впрочем, всё это только фантазии. А в реальной жизни Орликин, скорее всего, остался бы бандитом. Специалисты, которые профессионально занимались изучением бандитских группировок, в этом уверены. Казанские, Тамбовские группы, которые начинались как молодёжные, вот, та же Солнцевские бригады, Ореховские, это всё начинались как молодёжные группы, Люберецкие, а потом это превратились в мафиозные структуры, классические. Причин перерождения было много, но главная одна. Уличные хулиганы росли, становились взрослыми, а вместе с ними росли и их аппетиты. Полученный опыт пора было применять в серьёзном деле. В 93-м году, там, такой был вор в законе Иглам, он собрал на Самосыловском кладбище лидеров всех группировок в 93-м, и они приняли такое решение, асфальт неделем, вот, ну, назывался закон, асфальт неделем. И группировки ушли в бизнес, то есть массовые драки прекратились. Не последнюю роль в исчезновении молодёжных банд сыграли и массовые милицейские зачистки. Когда уличная преступность захлестнула всю страну, жизнь наконец-то за неё взялась и сумела навести в городах порядок. Многие попали в руки правосудия, получили сроки в колониях и тюрьмах. Ну, те, кто не попали в тюрьму или попадали в тюрьму на короткие сроки, они как-то продвинулись, многие ушли в бизнес. Некоторые сейчас весьма состоятельные люди, владельцы фирмы и так далее. Ведь если взять того же Николаева Минипух, который был мэром Владивостока, он же тоже начинал с молодёжных групп сначала. Сначала был дерзкий лидер молодёжных групп, потом активный член организованных преступных формирований Дальнего Востока. В единую структуру входило и кончилось тем, что он стал мэром города. Чум! Ребят, ну я же вам уже платила, ну, что вы в самом деле, а? Опа! Грани космос! Основание Челнокова в Дербанде. Фильм «Бригада», пожалуй, лучше всего показал, как продвигались в чиновники и олигархи бывшие участники подростковых группировок. Их сложный и тернистый путь прослежен здесь подробно, со знанием дела. Всё, вы там! Пацаны, вы уходите! Бандитская тема крайне популярна в отечественном кино. За минувшие 20 лет зритель увидел сотни картин, посвящённых будням отечественного криминала. И «Бригада» только одно название из очень длинного списка. Тогда же, в конце 80-х, в советском кино появился и невиданный доселе жанр «Чернуха». Сначала этим словом называли все фильмы, которые рассказывали правду про советскую жизнь и порочили советскую действительность. «Бригада» тебе в жопу, я ему говорю, а он мне говорит «Бригада». Потом у него появилось другое значение. «Чернухой» мы теперь называем те фильмы, где уже в погоне за коммерческим успехом авторы пытались открыть ещё какие-то до них неоткрытые стороны жизни и показать её в каком-то совершенно ужасающем виде. Кровь, убийство, мерзость и жизнь – всё это лилось на зрителя рекой. Впоследствии режиссёра не раз упрекали в том, что его фильм «Чернуха», но он с этим не соглашается. «Чернушность» – это где нет любви. А я люблю своего героя, я сочувствую мою с... И без этого вообще нельзя снимать картину. Ну и как мы этих погоняли? Здорово! Класс! Завтра снова пойдём, да? Ура, Ксения. Ура, понял. Целый день на цепи я сижу тонкой, на тебя я гляжу белая баллонка. Жизнь «У меня зовут Орлякина» показана, безусловно, в чёрном цвете. Маленький городок без перспектив, обшарпанные дома, оголтелые подростки. Но даже если кто-то видит в этом фильме только Чернуху, списывать его со счетов нельзя. У Чернухи, по мнению киноведов, тоже была великая историческая роль. Человек освобождался от мифа по поводу того же русского человека, как прекрасного, так сказать, созидателя и строителя коммунизма. И видел своё подлинное лицо, а может быть, подлинную харю, подлинную ряху. Это было открытие русским человеком своей собственной природы, своего собственного подлинного лица. И открытие реальности, как подлинной, на экране. Актриса Светлана Копылова в пользе Чернухи сомневается. Ей кажется, что в фильме много излишне откровенных и жестоких сцен, которые не пойдут на пользу подрастающего поколения. Я помню, в журнале «Смена» вышла статья под названием «На белой простыне экрана», где женщины из женсовета города Павлодар требовали лишить меня звания актрисы советского кино. Да, за финальную сцену. Тогда Светлана с иронией отнеслась к этой статье и к требованию женщин оградить своих детей от секса и чернухи на экране. А впоследствии вдруг поняла – они были правы. Поскольку у меня сейчас тоже растёт сын, он уже юноша, я, конечно, очень понимаю этих женщин спустя столько лет. И если они меня слышат, я хотела бы попросить у них прощения. Тогда, в 90-е годы, карьера в кино у Светланы не сложилась. Несколько лет она искала себя и нашла в музыке, в жанре авторской песни. Искать себя вне кино пришлось и многим другим актёрам, сыгравшим в «Меня зовут Орликина». В профессии из них остались считанные единицы. А прославился так и всего один человек – Олег Фомин. Высадил такие паску, да? Всю стаю брела. Наверное, большой суперзвездой не стал, но известным популярным актёром он, конечно, стал. И, конечно, это главная ступенька в его жизни, потому что не было бы Орликина. Может быть, мы бы не знали ни актёра, ни режиссёра. Фоминал бы сейчас, может быть, тихо играл там же в Рижском театре драмы Шапира, где он и играл тогда. То, что меня зовут Орликина, ступенька в карьере, сам актёр не отрицает. По его словам, складывалась она не так легко, как кажется. И, несмотря на успех картины, никто на пьедестал возносить актёра не собирался. Что говорить, если меня не позвали на премьеру? Я на премьеру в Дом кино приехал за свои деньги из Риги. И то только потому, что мои папа и мама приехали из Тамбова на премьеру, на мою первую премьеру. И у меня не было билета, Герман мне отдал свои билеты. А после премьеры фильма и вовсе вышла команда «Фомина не снимать и ничего о нём не писать». Кто её отдал и почему, актёр до сих пор не знает. Но пять лет он вообще не снимался и работал только в театре. За границу представлять картину Фомина тоже не приглашали. И письма, приходившие мешками на белорусскую киностудию, он не получал. У актёра сохранилось лишь пять писем, которые пришли на его собственный адрес. Ну разные, разные письма были. Были письма вообще без обратного адреса, без желания, так сказать, чтобы я отвечал. И были всякие исповеди. В основном люди рассказывали о том, как они прошли через что-то подобное и стали людьми, там, семьи завели и так далее, и так далее. Сейчас писем Рликина уже не пишут. Да и сова картина основательно подзабыта. Киноведы спорят о причинах такого забвения. Кто-то считает, что фильм потерял свою актуальность, исчезли банды, а вместе с ними исчез и интерес к картине. У меня полное ощущение, что в 70-е, 80-е годы тема уличной преступности была несравнимо более актуальна в обществе, чем сейчас. Но есть на этот счёт и другое мнение. Многие зрители уверены, ни картина, ни банды не потеряли своей актуальности. И если фильм устарел, то только в том смысле, что затем отражённая в нём реальность стала ещё страшнее. За прошедшие 19 лет зрители видели и не такое. И с высоты прожитых лет проделки Рликина кажутся детской шалостью. Та агрессия, которая происходит сейчас в обществе, она даже страшнее, чем та, потому что там стенка на стенку и разобрались. А сейчас, когда дети убивают родителей, из-за того, что там им не разрешают ходить на дискотеку или ещё что-то, это штучка пострашнее будет. Сопоставьте, пожалуйста, Рликина с бригадой, и сразу станет ясно, в общем, что, так сказать, пролегло, какое расстояние пролегло между этими картинами, и какие мы сегодня, и какие мы были тогда. Картина смотреть интересно, и она нисколько не устарела, потому что чуть-чуть отъехать от Москвы, и вы увидите то же самое, таких же людей, которые показаны в этой картине. Несколько лет назад Олег Фомин убедился в этом на собственном примере. Вместе с друзьями-журналистами он поехал в родной Тамбов, и во время прогулки по городу на них неожиданно напали местные пацаны. Я говорю, вас очень много, вы нормальные, вы такие смелые, вас 15 человек настроят. И вышел главный, которому я начал напоминать какие-то слова, говорить, и тогда вдруг они так, как в кино, и всей толпой, шоблой, там, почти 20 человек, пошли в подворотник, и дальше дружно смотрели, как мы с главным выясняем отношения. Я ему там сломал челюсть, и он мне руку. Этот случай – лучшее доказательство того, что Орликина из нашей жизни никуда не делись. Они точно так же сбиваются в банды, точно так же и верят в культ силы, и точно так же, как могут, отстаивают свои права. И это, к сожалению, уже не кино. Сегодня кому-то говорят «До свидания», Завтра скажут «Прощай навсегда». Залез сердечная рана Следи за собой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok